Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и сегодня у нас Бег за Золотом. В этом забеге, то есть в марафоне, у нас будут участвовать Том, Хэнк и Анжела. Именно за этих персонажей проголосовало наибольшее количество подписчиков. И все персонажи начинают забег с этапа Затерянный город, чтобы никому не было обидно. Да-да, вы не ошиблись, именно проголосовали в видео Бег за Золотом, часть 13, марафон. По итогам голосования Том и Хэнк набрали по 7 голосов, а Анжела 6. Я, если честно, все время переживала, попадет ли Анжела в лидеры. И к счастью, она попала. Как же без Анжелы, без нее бы игра была бы не такой интересной. А все благодаря вам, наши дорогие подписчики. Ведь это вы, можно сказать, решаете судьбу героев. И попадут ли они в следующее видео путем написания комментариев. Так что пишите, отвечайте на наши вопросы, делитесь впечатлениями. Словом, активно и очень активно комментируйте. Ну а сейчас я хочу передать приветики. Еве и Мике, Кариночке Тиви, Ирочке Скидан, Валерии из Америки. Валерия, спасибо тебе огромное за подарок. Катюше, которой 6 лет. И Павлу Балабанову. Оле Войтсив. Дианой Завгородней. А также привет Захару. И от Захара Сергею. Еще приветик Надежде Самариной. Ну а сейчас возвращаемся к игре. В данный момент по баллам лидер у нас Том. Но по золотым слиткам практически в два раза всех опережает Хэнк. Анжела забежала в туннель Невоновой Анжелы. А вот Хэнк пошел в гости к Морозному Тому. Эта игра должна быть интересной. Хотя бы потому, что у наших героев есть возможность забегать во все возможные туннели. И они могут оказаться на любой трассе. Вот хотя бы например взять обычную Анжелу. Забежала в гости к Невоновой и движется по ночному городу. Лично мне этот город напоминает огромный мегаполис. Или вот возьмем Хэнка, который бежит по трассе Морозного Тома. Эта трасса мне напоминает горнолыжный курорт. Вот одним глазком смотрю на Хэнка и даже немножко ему завидую. У него снег и можно поиграть в снежки. А какие у вас ассоциации вызывает эта игра? Напишите, ребята. Ух ты, все наши герои надели шлемы. Все соблюдают правила безопасности. Но Хэнк уже успел потерять свой шлем. Том, Анжела и Хэнк это три начальных героя. Все умения у них прокачаны на максимум. Но они все-таки уступают по времени действия этих умений у тех же Морозного Тома и Невоновой Анжелы. Да, мы все уже ждем, когда наконец-то появится новый персонаж в этой игре. Я думаю, что он будет еще сильнее, чем предыдущие герои. Вернее, он будет не сильнее, просто у него будет гораздо круче развитые умения. Ну и надеюсь, что новая трасса будет очень крутая. И наконец-то нам немножко повысит скорость бега. Ребята, вы со мной согласны, что нужно усложнять трассу и немного повышать скорость? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Лидером по баллам сейчас у нас является Анжела. А по золотым слиткам по-прежнему на первом месте Хэнк. Том немножко отстает, но надеюсь, он наверстает упущенное. Посмотрите, какой молодец Хэнк, он снова в туннеле Заброшенный Город. Только мы похвалили Хэнка, как Том тоже забегает в этот же туннель. Да, Заброшенный Город – это сложный участок дороги. Все участники преодолели рубеж в полмиллиона баллов и на этом не собираются останавливаться. Конечно, не собираются останавливаться, ведь каждому хочется доказать, что он сильнее. А вот и Том выходит лидеры по количеству набранных баллов. Том серьезно взялся за дело и подбирает шлем. Защита никогда не бывает лишней. С ним солидарен Хэнк. Он тоже подобрал шлем. Посмотрите, Анжела едва ушла от столкновения. Вот что означает бегать без защиты. Но все-таки она такая молодец, не боится трудностей. У Анжелы заканчивается действие магнита, а вот Том подобрал удвоение слитков. А вот Хэнк по баллам отстает, но зато он лидер по золотым слиткам. Ребята, еще хотела вам сказать, если вам нравится игра «Бег за золотом» и то, как мы в нее играем, ставьте нам побольше лайков и пишите побольше комментариев. Таким образом мы поймем, что вы хотите продолжения видео обзоров по этой игре. Нам бы очень хотелось набрать за один день больше 50 лайков и 100 комментариев. Ну что, друзья, вы нам в этом поможете? Проявите максимум своей активности. По баллам у нас разброс небольшой, в пределах 50 тысяч баллов. А вот по количеству золотых слитков очень серьезно всех опережает Хэнк. Хэнк и Анжела движутся по ночному городу, а Том сейчас движется по набережной. А может Тому просто позагорать захотелось и он бежит на пляж? Ну это, конечно, шутка. Интересно, сколько в таком ритме смогут пробежать еще наши герои? И ведь все участники не выбирают для себя более легкий путь, а забегают во все тоннели, что попадаются. Да, и это правда. А знаете, у меня возник вопрос, для чего енот ворует деньги? Для каких целей? Что он с ними собирался сделать? На что потратить? У кого какие мысли и соображения по этому поводу? Пишите, с интересом прочитаем. Вот с нашими героями все понятно. Они хотели построить себе домики, облагородить территорию возле жилища, потратить денежки на свое хобби. А вот енот, еще тот воришка, все ворует и ворует. Было бы неплохо его проучить, как вы считаете? Я с тобой полностью согласен. Герои облагораживают территорию. Мы им в этом помогаем, чтобы открыть нового персонажа. А для чего еноту нужно золото, непонятно. Но надеюсь, разработчики задумаются над этим и смогут нам объяснить, зачем же нужно столько всего воровать, для каких целей? Да, вопросик так вопросик. Есть над чем подзадуматься. А сейчас давайте вернемся к нашим персонажам, ведь они преодолели рубеж в миллион баллов. Ну, я вам скажу, это немало, совсем даже немало. Как мы видим, Том и Анжела бегут по набережной, а Хэнк по ночному городу. И на данный момент все у них в порядке. Никто не хочет первым совершить ошибку. А еще я хотела напомнить. Кто хочет услышать персональный приветик, пишите под видео такой комментарий. Передай привет. И я с радостью передам. А еще делитесь своими идеями, мыслями, желаниями и впечатлениями. А также, дорогие наши зрители, хочу вам всем пожелать отличного настроения и хорошего дня. Пусть все, что вы на сегодня задумали, у вас будет и получится. Том у нас за что-то зацепился и сейчас немного потерял концентрацию. Хэнк решил полетать на самолете, ведь когда летишь на самолете, ни во что врезаться не можешь. Анжела продолжает забег по затерянному городу. А Том у нас движется по лесной дороге. А вот и первая потеря, и Том у нас покидает трассу. Он набирает 4 150 золотых слитков и 1 259 000 баллов. Ну что же, Том, поздравляем тебя с заслуженным третьим местом. А Анжела и Хэнк не сдаются. И количество набранных баллов у них практически одинаковое. Но по количеству золотых слитков до сих пор лидирует Хэнк. Ну кто же, кто же будет победителем? Я надеюсь, в этот раз будет Анжела. Главное, чтобы не было фотофиниша. А как это? Это когда спортсмены приходят на финиш в одно и то же время. И чтобы определить, кто же из них выиграл, используется техника. Хэнк движется по тоннелю в заброшенный город, а Анжела в данный момент в гостях у Морозного Тома. Ребята, вы только посмотрите. И Хэнк, и Анжела вместе сошли с трассы. Анжела немного более набрала баллов. Но Хэнк выиграл по золотым слиткам. Ребята, я считаю, что в данный момент у нас ничья. У нас, то есть не ничья, у нас два победителя. Это Хэнк и Анжела. Продолжение следует... Продолжение следует...